Причиной является что-то на другой стороне. Возможно, из-за этого пробуждаются каменные стражи. Но это уже не моя забота. Сатурус и Кронос могут рассказать тебе больше. И что, как ты думаешь, ты там найдешь? Я даже не знаю. Я полагаю, что на этой стороне должно быть строение, схожее с этим. И аналог этого портала. Все остальное мы узнаем только, когда попадем туда. Как быстрее всего добраться в город? Я тебе советую пойти тем же путем, что ты и пришел. Но ты так же можешь? Нет, это слишком опасно. Выкладывай. Ладно. Строители этих залов передвигались своим способом. Насколько мы можем судить, они умели телепортироваться. В этом нет ничего необычного. Телепортационные камни, которые мы нашли в Хоринисе, в самом деле весьма необычны. Кажется, что телепортационный камень в этих залах может везти в город. Но ни у кого из нас не хватило смелости это проверить. Где находится этот камень? За дверью в комнате с бассейном. Я запер его там. Дай мне ключ. Я хочу посмотреть на него. Правда? Но я не отвечаю за последствия. Давай ключ. Если ты так хочешь, пожалуйста. Где остальные телепортационные камни? Мы пока что нашли только один. Где-то посередине Хориноса. Рядом с таверной мертвая Гарпия. Ты можешь научить меня магии? Когда мы окажемся там, я буду в полном твоем распоряжении. Заявиться сюда было с твоей стороны очень смелым поступком. Чем ты здесь занимаешься? Я изучаю язык зодчих. Язык — это ключ к тому, чтобы понять этих людей. Каждый из нас должен выучить этот язык. Иначе экспедиция закончится, даже не начавшись. Зодчие выбивали свои тексты на каменных табличках. К сожалению, многие из них давно разбиты или украдены. Что же можно узнать из этих табличек? На них записаны знания древнего народа. Некоторые из них волшебным образом увеличивают магические или боевые способности. Для тех, кто способен их прочесть, они являются настоящим сокровищем. Ты можешь научить меня языку зодчих? Конечно. Почему нет? Я с радостью поделюсь с тобой своими знаниями. Научи меня этому языку. Ну, начнем с чего-нибудь простого. В первую очередь займемся языком крестьян. Как правило, тексты, написанные на языке крестьян, связаны с нашим миром. С такими понятиями, как работа, любовь, добыча пищи. Это основной язык города. Ты сможешь прочесть большинство текстов, которые найдешь здесь, если его освоишь. И как я это сделаю? Эй, ты! Как дела? А что ты здесь делаешь? Вот это сюрприз. Я думал, ты погиб. Почти. Из-за тебя поднялся большой шум. Ты знаешь об этом? Сатороса было не узнать. Те события полностью вывели его из себя. Что это за портал? Мы считаем, что он ведет затерянную долину, в которой находится город древней цивилизации. Но пока за порталом находится лишь многометровая толща камня. Никаких следов магии и телепортации нам обнаружить не удалось. Очень загадочно. Я принес часть орнамента. Правда? Это замечательно. Ты знаешь, где остальные части? Если верить древним письменам, ключ был разделен на четыре части. Эти части все еще находятся на острове. С помощью Мирдариона мне удалось расшифровать некоторые надписи. Они указывают на места, где были спрятаны части орнамента. Эти места я отметил вот на этой карте. Ты должен искать части ключа именно там. Обращай внимание на древние постройки. Они могут быть полуразрушенными, но все же легко узнаваемыми. Это может быть что угодно. Валун, круг камней, мавзолей или что-нибудь подобное. Ну, к чему эта болтовня? Ты сам все увидишь. Удачи! Для чего орнамент был разбит? Тот, кто сделал это, не хотел, чтобы портал открыли снова. Чем больше я изучаю эти надписи, тем больше убеждаюсь, что жрецы этой цивилизации не были дураками. У них были веские причины закрыть доступ в свою долину. Мы не знаем, что нас там ждет, но ничем хорошим это точно не окажется. Ты знаешь, как активировать портал? Похоже, что пропавшие части орнамента складываются в ключ. Он-то и нужен нам, чтобы открыть портал. Ключ должен точно войти в кольцевидное углубление рядом с порталом. Насчет пропавших фрагментов. Да? Напомни, сколько всего... Четыре. КОНЕЦ Я не умею открывать замки отмычкой. КОНЕЦ Эй! Я взялся помочь Нефариусу и найти потерянные части орнамента. Что? Быть того не может? Ты опять вмешиваешься? Не надо беспокоиться. Все доставлю как есть. Ты хоть знаешь, что ты ищешь? Ну, Нефариус дал мне эту карту. Покажи ее мне. В большом лесу чрезвычайно опасно. Не следует направляться туда одному. Найди кого-нибудь в Хоринисе, кто мог бы пойти с тобой. Не то, чтобы я о тебе волнуюсь, но монстры могут съесть орнамент вместе с тобой. Вот твоя карта. Что это за странные подземные толчки? Это одна из загадок, которую я сам пытаюсь разрешить. Что-то тревожит структуру магии где-то под этими горами. Очевидно, кто-то пытается всеми своими силами разрушить могучую магию. Боюсь, это произойдет до того, как весь остров будет содрогаться от этих толчков. Ты можешь немного поучить меня магии? Чтобы ты опять натворил дел? Нет. У меня нет времени в бирюльки играть. У меня нет времени в бирюльки играть. У меня нет времени в бирюльки. У меня нет времени в бирюльку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...